Всем? Да, я вот вижу, что пошла запись. Здравствуйте всем. Напишите, пожалуйста, слышно меня или нет. Спасибо. Я занималась тем, что сейчас называется дата-журналистикой. Первая идея у нас была в нашем издании, в журнале «Дело» я тогда работала, сделать текст о том, как результаты ЕГЭ в школах города Самары, это миллионник, довольно большой город, небедный, насколько они соответствуют тем деньгам, которые родители платят в школу в качестве взносов благотворительных фондов школьных, в качестве оплаты за какие-то занятия дополнительные и так далее. Мы собрали довольно много данных. Быстро выяснилось, что городская администрация, департамент образования нам не готова отдавать данные о финансовых результатах школ. Мы начали их собирать сайт по разным источникам и выяснили, что сайт базбов.ру для отчетности бюджетных и муниципальных учреждений собирает всю эту отчетность и публикует ее. С этого началось мое занятие тем, что сейчас называется «Дата журналистикой». И в частности я специализируюсь на образовании здравоохранения как на основных бюджетных секторах. Образование, о котором мы сейчас с вами поговорим, очень большая сфера в России. В ней заняты около 1,7 миллиона человек, преподавателей. Примерно, наверное, 15 миллионов учащихся. И данные в образовании очень-очень разные, их очень много. Презентация моя говорит о том, что мы будем смотреть на статистику, на оценку и на деньги в образовании. Начнем, наверное, со статистики, как с наиболее общего момента. Что такое статистика в сфере образования? Это все наиболее общие агрегированные данные, которые Министерство образования, вернее, Министерство просвещения для общего образования, среднего образования, дошкольного, и Министерство образования и науки собирают в своих подведомственных организаций и преобразуют в статистические формы. Ну вот, например, вот так вот выглядит одна из статистических форм. Они считают количество школ, количество детей в школах, количество стульев в школах, компьютеров, электронных книг в библиотеках, зарплату учителей, квалификацию педагогов оценивают, считают количество студентов во всех уровнях образования и так далее. Этих данных очень много, они все разложены по статистическим формам. Зачем они вообще нужны? Ну, во-первых, по ним очень часто оценивают какие-то результаты деятельности, например, губернаторов или мэров, поскольку у них есть показатели деятельности, связанные с образованием. В частности, например, количество детей, которые на вторую смену учатся, насколько большие очереди в детские сады и так далее. Есть, кроме этого, ну, кроме того, что журналисты, вообще всегда хочется губернатора поругать, всегда есть за что. Кроме этого, есть социально важные темы, связанные конкретно со статистикой образования. По этим темам без статистики ничего нельзя написать. Ну, в частности, например, зарплата учителей. Да, очень сложная такая тема, которую уже много лет. Зарплаты учителей поднимают, но мы знаем, что поднимают их очень неравномерно. И в реальности учителя часто работают за гораздо меньшее деньги, чем нам рассказывают органы статистики или те же самые губернаторы. Вот, например, в органах, например, в статформах, которые публикают в Министерство образования, есть такой важный показатель, как коэффициент совмещения. Насколько ставок работает учителя в регионах, приводится он в разрезе регионов. Вторая смена, состояние зданий школ, наличие в них туалетов. Например, есть в статформах. В статформах по высшему образованию есть, например, по каждой специальности, сколько девушек, сколько юношей учатся. По каждой специальности, сколько бюджетных, сколько внебюджетных. И очень много таких данных, списки их есть, что именно есть в этих статформах, но списки неисчерпывающие. Например, численность по дополнительным обязательным программам, которые ведет Росстат. Но одна особенность. Вот в отличие от общей, так сказать, государственной статистики, основным сборщиком и оператором данных в статистике в образовании Росстат не является. И это такая сфера деятельности, по которой Росстат публикует отдельные какие-то документы, типа дополнительного образования. Но основную статистику ведут профильные министерства. До 2018 года это было одно Министерство Минобранауки. С 2018 года они разделились. Некоторое время на Минпросвещение и Министерство науки и Усшего образования некоторое время даже не могли решить, кто из них, собственно, должен публиковать эту статистику. Сайт старого Минобранауки то поднимался, то отключался. Вот некоторые, может быть, помнят эту ситуацию. Очень странно. Но в конце концов, все-таки оба ведомства стали вкладывать в себя статистику на сайт. Сейчас она доступна. Это, во-первых, два сайта. Я пройдусь по сайтам. Во-первых, это сайт Минобранауки. Минобранауки. GoF.ru Сайт edu.gov.ru Это тоже государственный сайт со статистикой. Есть еще такой сайт. Сейчас я попробую расшарить экран. Чтобы показать вам его. Это сайт, который называется eismon.gov.ru Единая информационная система обеспечения Минобранауки. Заметьте, это старые Минобранауки. Я, честно, плохо знаю, как у них там внутри устроена вот эта передача полночей, но сайт старого Минобранауки с данными работает. И на нем выкладываются актуальные данные за последние годы в виде статформ. Ну, вот, например, формы за 18-19 годы здесь уже появились. Отсюда их можно брать. Они здесь по всем видам образования. И по-общему, и по-высшему. Здесь вот по-высшему, сбоку. Вот, например, статформы здесь лежат. Вот. Так, ну ладно. Да, вот за высшее образование открыть форму. Честно, зная, как устроена у нас работа государственных сайтов, если вы занимаетесь сбором статистики в образовании, каким-то исследованиями на эту тему, имеет смысл все эти статформы себе собирать, складывать в котонку, потому что всегда есть риск, что какой-то из этих сайтов будет закрыт. В частности, вот с сайтами старого Миноборнауки, который пока еще работает с этими данными, я думаю, что довольно большой риск, что не сегодня, не завтра он будет заблокирован, переведен на какой-то домен и так далее. Какая статистика вообще доступна? Вот есть такой сайт, который называется stat.edu.ru, это тоже государственный сайт, на котором выложена старая статистика с 2002 по 2008 годы. Более ранней статистики в сфере образования очень мало, поэтому она есть в отдельных формах Росстата по отдельным показателям, но, к сожалению, сравнивать большое количество показателей за последние, например, 20 лет в образовании довольно сложно. Вот на сайте ЕИС, на котором мы сейчас с вами были, с 2009 года выложена статистика по общему образованию и с 2010 по высшему и дошкольному. Несколько форм есть на сайте Едином Межведомственной информационной системы, на сайте Федстат, вот он. Ну и, как я уже говорила, на сайтах отдельных ведомств то, что есть. Отдельно скажу, статсборники Высшей школы экономики. Высшая школа экономики 2007 года, я так понимаю, по какому-то контракту с Минобранауки, производила статсборники, так называемые индикаторы образования. Очень хорошие, их тоже нужно иметь под рукой, если вы занимаетесь образованием. Там агрегированные данные статистические в разрезе регионов. Практически это вот вся статистика из статфорума Минобранауки собрана и переработана в довольно удобной таблице. Это была общая статистика. Ну, конечно, она нужна для каких-то очень таких, очень общих целей. Как правило, возникает очень вопросов, очень много вопросов. Во-первых, к качеству образования, то есть с какими оценками дети вообще заканчивают школу, а студенты, насколько эффективно учатся в вузах, и к финансовым системам образования. Поэтому мы сейчас по очереди все это разберем. Что такое вообще данные образования, ну, по крайней мере, в моем представлении, как авторы текстов по общему, высшему образованию. Кроме текстов, я делала рейтинги школы и довольно много всего этого перерабатывала. Ну, во-первых, вот статистика, агрегированные данные обо всех показателях системы образования, то, что мы сейчас посмотрели. Второе – это сведения об участниках системы образования. Это дошкольные учреждения, детские сады, это школы, они бывают основные, начальные, основные и общие, то есть со старшими классами. Это среднее профессиональное образование, колледжи, лицеи, техникумы, может быть, где-то еще остались. Это высшее профессиональное образование, университет, институты, академии. И, наконец, это дополнительное образование, оно может быть государственным, муниципальным, может быть каким-то частным, например. Ну, любое образование может быть частным, но среди дополнительного доля частного, конечно, самая большая. Что мы можем узнать по каждому конкретному участнику системы образования? Во-первых, мы можем узнать, насколько легально он вообще работает. У него должна быть лицензия, аккредитация. Все эти средства есть. Сейчас мы посмотрим, где они находятся. Вторая тема – образовательные результаты. Что это может быть? Во-первых, результаты ЕГЭ, ГИА и других стандартных тестов и экзаменов. Все российские проверочные работы, тестирование ПИСа международное, в котором Россия из года в год показывает все более лучшие результаты. Результаты Олимпиад, которые сейчас стали очень важными, поскольку в некоторых вузах больше половины студентов принимаются по результатам Олимпиад. Что у нас здесь есть? У нас очень мало детализации по учреждениям. Практически у нас нет в открытом доступе официальных данных о том, с какими оценками дети заканчивают школу, как они проходят ВПР и как они проходят ПИСа и так далее. Есть некоторые агрегированные данные до уровня региона, где их можно взять, хотя официальных нет, но реально они есть. Сейчас поговорим. И, наконец, финансовые данные. Это, во-первых, общий доход учреждений и, самое главное, это доходы по источникам. Сколько они получают от государства, сколько зарабатывают сами. А зарабатывают они сами довольно много. Расходы учреждений. Во-первых, заработная плата. Как учителей или преподавателей, так и директоров, ректоров, других менеджеров. Сколько школ и университета тратят на ремонт, строительство, исполнение и предписание прокуратуры и так далее. Здесь у нас есть детализация до каждого учреждения. Но, наоборот, нет агрегированной информации. Она есть в виде статистических данных, но ее не очень много. Итак. Что такое участники системы образования? Я вам сказала, да, это отдельные учреждения и школы. Почему о них вообще говорим? Образование в России – деятельность лицензируемая. То есть вы должны получить разрешение от органов власти, доказать, что вы будете вести свою деятельность в специально выделенном помещении с подходящими условиями, что у вас есть квалифицированные сотрудники и так далее. Единственная категория, которая не нуждается в лицензии – это индивидуальные предприниматели, если они сами оказывают образовательные услуги и людей других не нанимают. Ну, то есть, например, преподаватель русского языка хочет стать репетитором и легализовать свою деятельность, регистрирует ИП, никого не нанимает, сам на себя работает. Ему лицензия не нужна, у него все и так официально. Все остальные должны получить лицензию, без лицензии нельзя. Соответственно, есть лицензиары и те, кто получит лицензию, лицензиаты. Но этого мало. В общем и высшем образовании вам потребуется еще аккредитация. Для чего она нужна? Во-первых, для того, чтобы получать субсидии государственные на исполнение образовательных программ государственных. И чтобы выдавать документы, дипломы государственного образца. Вот лицензии и аккредитации выдаются как органами местной власти, региональной власти, так и Рособранадзором. ВУЗы – это прерогатива Рособранадзора, федерального органа. Потому что у нас полномочия в сфере высшего образования на федеральном уровне находятся. Рособранадзор выдает лицензии и выдают аккредитации. Школы могут получить то и другое в своем Министерстве образования региональном. Соответственно, Рособранадзор федеральный собирает списки всех лицензиатов и публикует их очень аккуратно. Вот здесь вот, внизу на этом слайде, вы видите ссылки, по которым можно получить, во-первых, выгрузку данных, то есть списки владельцев лицензий. И, во-вторых, получить подробную справку на каждое учреждение, какие у него есть лицензии и какие уровни аккредитации. Аккредитация выдается, напомню, на определенные уровни образования. Начальное, общее, среднее и высшее. Образовательные результаты. Самая сложная, наверное, тема в данных образовании. Почему? Вот когда я в 2015 году занимался первым рейтингом школ, многие региональные министерства образования публиковали списки с результатами ЕГЭ. То есть списки школ, и для каждой школы, средний был по-русскому, математики, биологии, физики и так далее. То есть всем предметам, которые задавали дети. Некоторые регионы делали даже такие свои собственные рейтинги школ. Например, Татарстан этим очень отличался. У них Министерство образования делало ни много ни мало рейтинг муниципалитетов по качеству образования на основании данных ЕГЭ. Насколько помню, примерно 15-18 регионов занимались такой деятельностью, публикацией этих данных. Но Рособорнадзор был против очень сильной публикации ЕГЭ. И очень быстро это все дело прикрыл, запретив напрямую региональному министерству публиковать данные ЕГЭ. Поэтому оценка данных в образовании – дело очень сложное. Приходится, наверное, для оценки конкретной школы собирать очень много разных данных. Что здесь вообще может быть? Ну, ЕГЭ понятные, оценки в процессе обучения. Да, школы их могут натягивать, но совокупная картина по школе и по ряду школ может дать какую-то более-менее такую объективную оценку. Результаты тестов. Российские проверочные работы, например, проводятся каждый год по определенным параллелям. Результаты участия в Олимпиадах. Они открыты. Сейчас покажу, где они лежат. Ну, и их довольно сложно обработать. Для ВУЗов результатом образовательной деятельности может являться, например, отсев студентов в процессе учебы. Его по-разному можно толковать. Могут из плохого ВУЗа очень много уходить, и из хорошего тоже могут уходить, не справившись с трудностями образовательной программы. Еще такой показатель, как доля трудоустроенных выпускников. Очень часто ВУЗы, когда себя рекламируют, пишут, что наши выпускники там зарабатывают больше всех в этой отрасли, например. Или наши выпускники 100% устраиваются по специальности. Эти данные, в принципе, тоже есть, но очень много к ним вопросов. Потому что, например, средняя зарплата очень просеемо, может сильно колебаться в зависимости от региона к региону. Поэтому, устроились ли по специальности или нет, проверить невозможно. На самом деле, когда ВУЗ так пишет, они не успевают, но преувеличивают свои заслуги. Давайте посмотрим, что из этих данных публикуется и где. ГИА, он же ЕГЭ, он же Гоша, он же Жора. Официально этих данных не существует. Рособранадзор против и категорически против того, чтобы эти результаты использовались в качестве основы для оценки школы. По многим причинам. Основная причина, по крайней мере, в их риторике, что нельзя давать директорам, мэрам, министрам местным, другим чиновникам возможность оценивать себя и оценивать других директоров по результатам работы системы образования. Они говорят, что были случаи, когда губернаторы и мэры давили на директоров школ, заставляя их каким-то образом обеспечивать хорошие результаты ЕГЭ. Хотя, если мы считаем, что это процедура абсолютно прозрачная, такая чистая, законная, то как их можно повысить или обеспечить хорошие, мне очень понятно. Ну, есть в этом, на самом деле, небольшой смысл такой идеологический. Как только мы начинаем рассматривать списки школ с результатами ЕГЭ, мы видим, что среди школы огромный разрыв. Ну, например, вот в Самаре мы делали недавно, буквально две недели назад, такой, это был не рейтинг, просто подбор результатов школ по ЕГЭ. В школе в два раза могут различаться баллы средние, например, по профильной математике. У кого-то 70 – средний балл, в другой школе там 35-40. Разрыв огромный, он наводит на множество мыслей, в частности, в первую очередь, конечно, о том, что сегрегация очень сильная в образовании, что есть школы, у которых контингент детей и родителей такой, что как бы школа ни старалась, она ничего не может сделать. Зато мотивированные родители и умные дети собираются в других школах, там к ним приходят хорошие учителя, потому что с таким учениками интереснее работать и так далее. Это не очень такой вывод, ну, выгодный, наверное, для чиновников, поэтому они стараются сделать так, чтобы данные конкретно о ЕГЭ не рассматривались как основной индикатор качества образования. Школа – сложный механизм, безусловно, здесь я согласна, что на ЕГЭ влияют, во-первых, не только деятельность школы, но и деятельность родителей, благосостояние семьи, наличие работы там и так далее, в конце концов денег на репетиторов. Но делать не только в этом, а еще и в том, что ЕГЭ не всегда может являться единственным результатом деятельности школы. Школа может брать очень слабых, бедных детей и обеспечивать им средний ЕГЭ или добиваться того, чтобы они, в принципе, заканчивали школу, например. Или может улучшать их результаты с двоек по всем предметам до тройки, и это будет очень хорошая школа. Но если мы будем судить ее только по ЕГЭ, мы придем к выводу, что это плохая школа. Но, тем не менее, все-таки, конечно, очень интересно эти данные смотреть. Что у нас есть про ЕГЭ? Во-первых, у нас есть агрегированные отчеты по регионам, которые публикуют обычное место Министерства образования. Ну, вот ссылочка стоит. Сайт artemau.ru. Это в Самарской области подвет Министерства образования. Он делает такую общую статистику. Ну, там анализирует, какие задачи дети решили, какие, например, не решили. Какой процент не успевающих по разным предметам. И второй путь к данным ЕГЭ, ну, такой немножко обходный, но приводит туда, куда нужно. Это так называемые отчеты школы о самообследовании, которые школы публикуют на своих сайтах. Что это такое? Да, все правильно. Я здесь. У всех школ есть сайты. Требования к сайтам описывают в совокупности федеральных законов, нормативных актов федеральных, которые обязывают школу не только завести сайт, но и публиковать на них определенный набор сведений по определенной структуре. Вот с лева на моем сайте набор нормативных актов, которые описывают задержание сайтов. Пример здесь у меня сайт московской школы. Москва тем хороша, что у них все школьные сайты имеют совершенно одинаковую структуру и довольно симпатично оформлены. Что должно быть на школьном сайте? Вот должен быть набор меню. Он обычно находится в разделе «Сведения об образовании». Необычно, а должен находиться в разделе «Сведения об образовательной организации». Здесь очень много полезной информации. Вот, например, в разделе «Образование», «Уровни образования» есть старшая школа, нет старшей школы. В разделе «Руководство» список педагогов. Вы можете узнать, сколько учителей, какая у них квалификация. Финансовые отчеты есть, о них подробнее потом поговорим. И самое главное, здесь есть раздел «Документы». А в нем есть так называемые отчеты о самообследовании. Отчеты о самообследовании, ну вот, например, с сайта того же, той же московской школы, школы 98, как это выглядит, вот здесь вот справа у меня просто список документов. Если, в принципе, можно с парсией, да, автоматически все эти документы собирать. Вот с московскими школами, например, так и делали. Но, к сожалению, в других регионах с сайтами школы ситуация гораздо более худшая. Нет ни шаблонов общих, и все они тут не очень в хорошем состоянии. Но раздел «Сведения в образовательной организации» у всех обязательно есть. Их за это ругают, если вы не. Отчеты о самообследовании – это документ, который каждая школа должна каждый год выкладывать на своем сайте. Обследовать себя по определенной форме, вот эти показатели публиковать. Само наличие этого отчета и его содержание также определяются набором нормативных актов. Вот здесь они у меня тоже перечислены. У отчета о самообследовании есть обязательная часть. Вот она, эта табличка. В ней есть, во-первых, численность учащихся по уровням образования. Причем очень удобно, сколько дошкольников, школьников, старших классов, основной школы, начальной школы. И здесь есть средние баллы. За девятый класс и за одиннадцатый класс ГИА по русскому пункту тематике, по двум обязательным предметам. Есть еще много другой информации. Она не вся очень полезная, и не все ей можно доверять. Например, численность учащихся мы верим. Скорее всего, они нормально сами себя посчитали. Там есть раздел квалификации педагогов, высшая категория, например, или первая категория, тоже, в принципе, верим. Вот ГИА-9, ГИА-11, результаты немножко не хватает данных о численности выпускников, потому что средний балл, он может быть на двух людях средний балл, а может быть на 100 выпускников, да, и качество немножко разное тогда. Не доверяемся численности олимпиадников, потому что олимпиад очень много. Здесь можно записать все. Вот олимпиады на такой фиалок и машинок, начиная с первого класса, дети участвуют постоянно в каких-то конкурсах, там, онлайн олимпиады, там, как я люблю свою родину и так далее. Вот, вес этих олимпиад разный, но школы, особенно школы, попроще, победнее, записывать победителей олимпиад вообще всех бы кого дотянутся иногда. Вот эти вот обязательные показатели в отчетах и самообследовании, это наш единственный способ получить результаты ЕГЭ. Это официальное опубликование, поскольку школы это обязаны делать по закону. Практически все они это делают, за редким исключением. Есть, правда, некоторые недостатки, конечно, в этой системе. Во-первых, очень плохо соблюдают сроки. Вот собирались сейчас отчеты для 160 школ Самары. У одной, причем частной школы, были вывозены отчеты за 2018-2019 учебный год. Примерно 80% школ за 2018 год, и 20% за 2017 год. Но усекновения главы директора за это нет. Есть норматив, который они по срокам, который они, в принципе, обязаны выполнять, но и выполняют. Важно, что они не обязаны хранить отчеты на сайте, к сожалению. Поэтому всегда я стараюсь эти отчеты себе скачивать, сохранять, потому что всегда можно обнаружить ситуацию, что отчет пропал с этой школы. Кроме обязательной таблички, которую я сейчас показывала, других требований к содержанию отчета нет. Около 40% по моим примерным подсчетам публикуют только эту табличку и больше ничего вообще не публикуют. Но некоторые дописывают к ней так называемую аналитическую часть. Вот в этой аналитической части может быть вообще все. От цвет штор в кабинете директора до поименных списков олимпиадников и двоечников, сколько деревьев посажено на территории школы, сколько родителей приняли участие в украшении класса и так далее. Что придет в голову завучи директора и секретаря написать, все это они там напишут. Это хорошо для нас, потому что мы узнаем очень много вещей, в частности, уступаем в начальной школе. Вот в отличие от ГИА-9, по которому мы можем узнать, насколько хорошо дети закончили школу, там как раз еще не очень много репетиторов, более-менее объективные данные. По численности ГИА-11 мы можем узнать, сколько детей отселось из школы после 9 класса. А вот в выпускниках начальной школы мы практически ничего не знаем, потому что нет обязательных показателей и отчетности о них. Но в 5-7 классах успеваемость падает очень резко. И вот если мы сравниваем школы, у которых есть данные об успеваемости за начальную школу и за средние вот эти классы, когда дети становятся подростками и прославят учиться, мы можем заметить, что в школах условно хороших, таких престижных лицей, гимназии, у них вот этот переход между начальной школой и средней школой, он менее выражен, да, то есть успеваемость падает менее резко. А вот в школах, о которых мы не знаем, что они крутые, престижные, победители Олимпиад, там мы часто видим очень резкое падение успеваемости. Вот это такой очень интересный маркер, который, я думаю, может много рассказать исследователям, но искать его надо в отчетах о самообследованиях, и не везде эти данные есть. В отчетах вообще очень много можно узнать не только о жизни школы, но о жизни иногда района, села, где она находится. Вот, мне кажется, такой вот крик души иногда. Сейчас вам покажу, вот, наверное, вот здесь, вот у меня открыт. А, не поменяюсь. Вот слайд, да, это выдержка из отчета о самообследовании одной из сельских школ в Самарской области. 200 человек учатся в школе детей, из них 9%, вот, к сожалению, с кинги-диагнозами, но учатся в той же самой школе, конечно, в селе. Школы пишут о том, что проблема успеваемости детей связана с проблемами родителей. Да, все взрослые уехали из деревни, оставили детей на бабушек, работы нет, ну и вот, конечно, переезд неблагополучных семей с детьми из городов Самарской области. Это вообще какой-то такой драматический, судя по всему, процесс, который требует, конечно, журналистской работы, я так думаю. Это все написано в отчете о самообследовании школ. Мы этого не увидим, конечно, ни в какой районной газете, нигде. Мне кажется, что директора иногда пишут в отчетах какие-то вещи, не надеясь, что их кто-то прочитает, а просто в каких-то психотерапевтических немножко целях. Вот. Парсинг отчетов возможен. Вот с сайтом Московской школы вообще все просто. По остальным регионам чуть сложнее, но, в принципе, списки сайтов школ обычно есть на региональных министерствах образования. Их оттуда можно брать, и разбирая с какой-то шириной разброса самого HTML парсити, собирать вот эти отчеты. Дальше их автоматически обрабатывать, конечно, довольно сложно. Они в основном все в виде сканов, но, в принципе, возможно. Дальше. Вот. Важное, что хотела сказать. Попадались мне такие совершенно удивительные, в плохом смысле слова, вещи в отчетах и самообследовании, как по фамильные, поименные списки детей, например, детей, которые законили коррекционный сад приятной московской школе, имея, видимо, какие-то там сложности со здоровьем, там, в основном психическом развитии и так далее. И школа писала прям пофамильно диагноз, попал ребенок в обычную школу, не попал в общую школу и так далее. Такого, конечно, делать нельзя. Недавно попался случай, когда школа перечисляла в отчете по фамильной списке правонарушителей. Фамилия, имя, год рождения, статья уголовного кодекса, поставили на учет в отдел полиции и так далее. Ну, я, честно, не могу сказать, нарушила ли школу законы персональных данных таким образом. Но с точки зрения этики, конечно, так делать нельзя. И надо здесь быть осторожным, не повторяя этих ошибок, не тиражируя вот эти данные о детях в таких своих статьях, исследованиях и так далее. Я жалуюсь обычно. Минобра отвечает, что мы все исправим. Надо проверить, исправляют или нет. Вот ЕГЭ можно собрать из отчетового самообследования, по крайней мере, для двух обязательных предметов русского языка и математики. Всероссийские проверочные работы, изобретение последних лет, которое должно проверить, врет ли школа, когда ставит пятерки детям, или не врет. На самом деле ли они учатся так, как говорит школа. Результаты ВПР нигде не публикуются. Это тоже позиция Рособорнадзора. Ждать их, я думаю, нет смысла. Иногда разбор результатов ВПР мелькает тоже в отчетах о самообследовании школ. Ну вот, например, попался мне такой анализ подробный результатов ВПР в четвертом классе одной из школ. Школа на окраине большого города. В этой школе в каждом четвертом классе примерно 20-23 ребенка. Из них 16-17 человек, то есть три четверти, написали проверочную работу по математике на двойке. Ну, то есть практически все заканчивают четвертый класс с нулевыми знаниями по математике. Вот такие крайние результаты, конечно, им надо очень интересно посмотреть, сравнить их с окружающей школой обстановкой, с тем, как дети заканчивают эту школу и так далее. Но агрегированные они нигде не публикуются, только точечность, можно их где-то найти. Чуть лучше дела с олимпиадами обстоят. Вот сайт olympiada.ru целые рейтинги регионов публикуют на основании того, сколько детей от региона заняли какое-то место на Всероссийской Олимпиаде школьников, но имеется в виду федеральные этапы. Но это, наверное, даже не так уж важно по сравнению с тем, что в регионах есть случаи публикации поименных списков участников и победителей региональных этапов. Например, та Всероссийская Олимпиада школьников по предметам в списке призеров с указанием школы. И это позволяет вам увидеть, какие школы регулярно поставляют олимпиадников, какие нерегулярно. Ну вот, например, мой анализ показывает для Самарской области, что, к сожалению, к моему сожалению, по математике, по физике, по информатике практически нерегулярно для ученика обычной школы, особенно сельской школы, попасть в число призеров и победителей регионального областного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Двадцатка первая полностью занята школьниками из физмат-лицеев. Чуть лучше ситуация по гуманитарным предметам, по английскому тоже шансов нет, там языковые гимназии полностью занимают все места. Больше всего шансов у выпускников сельских школ в Всероссийской Олимпиаде школьников, но я думаю, что это и на другие Олимпиады, наверное, можно экстраполировать. География, биология, технология, отчасти история, химия. Вот те предметы, на которые можно рассчитывать, что вы можете как-то стрельнуть, например, и перебить вот эту огромную когорту физмат-школьников. И там можно посмотреть в гендерном разрезе, да, девочки, мальчики, и вы увидите, я увидела, по крайней мере, на своих данных, что из сельских школ девочек гораздо больше, чем мальчиков участвует в Олимпиадах. Процент девочек из сельских школ больше, чем из городских школ. Но это биология, химия, литература, русский язык. Математика, физика и информатика в интересах у сельских девочек, к сожалению, отсутствуют. Сравнивая это с долей девушек-студенток по тем же самым специальностям в ВУЗах, мы понимаем, что, увы, к сожалению, в ИД-секторе по-прежнему девочки у нас не очень котируются. Хорошо видно на сельских школьницах. Довольно много можно извлечь из этого анализа. Публикуется все это в неструктурированном виде. Это просто наборы в Ворде, в Экселе, каких-то очень таких разрозненных данных. Но, приложив некоторые усилия, их можно обработать. Все это было про школы. Что такое вообще образовательные результаты ВУЗов и где их можно найти? У ВУЗа образовательный результат, в общем-то, один. Студент окончил его с дипломом. Если он закончил сначала магистратуру, потом аспиратуру, он еще может диссертацию квадратскую защитить, но не обязан с некоторых пор. Когда говорят о качестве обучения в ВУЗах, во-первых, довольно часто понимают под этим качество приема. То есть, насколько хорошие, насколько с высокими баллами абитуриенты вступили в ВУЗ. Ну, конечно, это единственный результат. Я преподаю в двух уже так получилось в ВУЗах. Очень сильно студенты различаются на входе и на выходе. И, конечно, заслуга ВУЗа в этом есть. Некоторые, как шутят на кафедре, говорить не умели, когда пришли. Смотрите, диплом даже не по бумажке читает, а сам речь выучил. Большой вклад вносит ВУЗ в качество образования, на самом деле, студентов. Люди очень сильно меняются, даже за 4 года бакалавриата. Но, тем не менее, один из важных маркеров – это качество приема. Он, по крайней мере, показывает престижность ВУЗа совершенно 100%. То есть, насколько люди вообще ценят ВУЗ, насколько там большой конкурс. Мы знаем о ВУЗах вообще очень много, на самом деле. Но основной, наверное, источник данных – это мониторинг высшего образования. Вот верхняя ссылка. Я сейчас постараюсь расшарить. А, у меня уже расшарен экран давно, но хорошо. Вот мониторинг высшего образования, как выглядит. Его ведет подведывательная организация Миноборнауки, Миноборнауки высшего образования, ГИФЦ, информационно-вычислительный центр. Он собирает данные со всех ВУЗов, которые они обязаны отдавать ему каждый год в марте. Это и государственные ВУЗы, и частные ВУЗы со всех регионов. Давайте какую-нибудь, например, Республику Башкортостан посмотрим, какие в ней есть университеты. Ну вот, 29 организаций высшего образования. Большинство из них государственные, конечно, как и большинство регионов России. Чуть-чуть больше бюджетников, чем вне бюджетников. А, нет. Меньше бюджетников, вне бюджетников больше, чем бюджетников у них. Вот это общие агрегированные сведения обо всех ВУЗах региона. А дальше идут списки, собственно, ВУЗов. Вот у них есть, например, Академия и государственные службы при главе Республики. Давайте Башкирский государственный аграрный университет. Вот такая вот страничка открывается на каждый ВУЗ на мониторинге. От численности студентов до цитируемости в Скопусе, до количества цитированных публикаций с Web of Science, Скопус, ВРИНЦА, удельный вес иностранных студентов, доходы образовательной организации в разных разрезах. Отношение средней заработной платы к региону. В общем, довольно много, но больше 130 показателей, которые описывает каждый ВУЗ. В том числе, вот самый последний показатель, это деньги ВУЗа из разных источников. Для чего все это нужно? Эти сведения все парсятся. Таким образом, вы можете проводить довольно сложный анализ того, что происходит с ВУЗами, как с финансовой точки зрения, так и с содержательной. Но, опять же, качество образования очень странная вещь. В УЗах все-таки оно измеряется, наверное, отчасти научной деятельностью. Сравнивая выпуск с приемом по разным годам, можно посмотреть от СЕФ. Можно посмотреть квалификацию преподавателей. Здесь указывается доля профессорского преподавательского состава, количество ученых степеней и так далее. Характерно, единственный момент, что финансовая отчетность выкладывается за предыдущий год. То есть, вот ВУЗы сейчас, мониторинг 2018 года, это мониторинг финансовый за 2017 год. Следующий ФГБУ интеробразование. Это такая очень интересная организация. Это подвед федерального Миноборнауки, который рассказывает нам о том, сколько бюджетных мест роздано ВУЗам. Это оператор системы распределения КЦП, то есть контрольных мест. Квот на бюджетные места. Они все выложены в виде приказов. Здесь есть такое меню. Открытый публичный конкурс на 2020 год. В апреле каждого года распределяются места на следующий год. То есть, в апреле 2019 года было установлено количество бюджетных мест, распределенного по ВУЗам на определенный момент 2020 года. Вот в мае был издан приказ Миноборнауки. Вот так вот, смотрите, для каждого ВУЗа, вот Уфимский бюджетно-технический университет, таким образом вы можете видеть, что с ВУЗами будет происходить через год, а не вчера. Это очень очень важный инспансовый выпуск. Документы на сайте ВУЗа. Так же, как школы, ВУЗы обязаны на своих сайтах завести раздел сведения в образовательной организации, поскольку закон об образовании он предусмотрен, и выкладывать там очень много документов, в частности, планы приема, приказы о зачислении, финансовые данные, сведения о численности и так далее. Но вот из-за того, что имеет отношение к образовательной изменить, и в частности, к качеству приема, высшая школа экономики уже много лет ведет в рамках сотрудничества с Министерством образования и науки мониторинг приема ВУЗа. Как это выглядит? Вот на таком сайте они собирают сведения о том, сколько студентов было принято на конкретные специальности, не очень быстро работают, к сожалению, сколько студентов было принято на конкретные специальности, на бюджетные и внебюджетные места по этим специальностям по каждому ВУЗу, и сколько стоит обучение на внебюджетных местах. Давайте я не буду, наверное, дожидаться, пока он загрузится. Работать, честно говоря, не очень хорошо, но все-таки это очень-очень ценная информация. Больше такую информацию вы нигде не найдете. Почему? Потому что, к сожалению, приказы, которые ВУЗы сами выкладывают на своих сайтах о приеме, они находятся в виде таком... На каждый год может быть издан несколько десятков приказов. Они выкладываются в виде сканов, в виде PDF, очень иногда плохого, очень грязного качества. То есть собирать все это приходится руками, потом как-то обрабатывать, распознавать эти тексты и так далее. Ну вот Высшая школа экономики проводит всю эту огромную работу, за что ей большое спасибо. Использовать это можно все смело. Это официальные сведения Министерства науки и высшего образования. Само министерство на этих данных делает такой очень обширный анализ. Что есть очень важное в мониторинге образования? Мониторинге образования – это единственный источник сведений об учредителях некоммерческих ВУЗов. Вот я делала такой текст про то, как работает, как устроен рынок частного высшего образования в России, в частности на этих данных. Дело в том, что если у государственных ВУЗов есть совершенно понятные учредители, это Министерство науки и высшего образования, либо это профильные ведомства, например, Министерство здравоохранения и медицинских ВУЗов, или Министерство сельского хозяйства у оградных ВУЗов, то вот у частных ВУЗов учредители – это физические лица или какие-то коммерческие компании, но сведения о них, скажем так, могут быть в отчетности Росстата, могут не быть, потому что все это некоммерческие организации. Но по данным мониторингам мы совершенно четко, отчетливо можем делать вывод о том, кто эти люди. Вот как раз их может быть много человек, они могут быть между собой связаны так же, как в коммерческих компаниях. Вот в основании этих данных как раз сделали этот большой текст. Итак, приказы ВУЗов очень плохо размещаются. Очень трудно, конечно, их собрать с сайтов ВУЗов, если заниматься этим самостоятельно. Поэтому мониторинг в ВУЗов очень пригождается. Что полезного на сайтах ВУЗов еще есть? Приказы о стоимости платных услуг. Но вот мониторинг Высшей школы экономики, он публикует среднюю стоимость по специальности. На самом деле, конечно, средняя стоимость – температура по больнице. Стоимость может быть разная для бакалавриата, магистратуры. Могут быть скидки, что важно для успевающих студентов. И, кроме того, всегда есть разница в стоимости для иностранных студентов и для российских студентов. Все это можно найти в приказах о стоимости платных услуг в разделе «Документы» на сайте каждого ВУЗа. Так, про мониторинг вышки сказала. Да, вот мониторинг вышки, вот последняя доля олимпиадного приема – это такое. ВУЗы сейчас устанавливают льготы для учеников, школьников, которые победили или заняли призовые места в олимпиадах, которые признаются ВУЗом, и которые есть в знаменитом реестре списки олимпиад Миноборнауки, Министерства науки высшего образования и симпатизма. Это льготы, которые дают возможность либо поступить в ВУЗ в обход конкурса по ЕГЭ, либо получить 100 баллов ЕГЭ по олимпиадному предмету и таким образом свои баллы повысить. Ну вот в разных ВУЗах бывает 20% олимпиадников, бывает 50% олимпиадников. Фактически олимпиады стали основным таким способом попадания в очень престижные ВУЗы. Вернее, не основным, а, наверное, наряду с ЕГЭ вторым способом. Доля олимпиадников в приеме, конечно, очень многое тоже нам может рассказать о ВУЗе. Вот все это было про образовательные результаты и про какую-то общую статистику. Но невозможно рассматривать систему образования без финансов. Почему? Краткий отступ, которого нет на слайде. Миф о том, что, идея о том, что образование в России существует на государственные деньги, это миф. В образовании очень-очень много частных денег. Ну, например, в системе высшего образования половина денег – это частные. Вот приведу такую историю. Мы уже беседовали с одним преподавателем и менеджером одного ВУЗа регионального. И мы спрашивали у него, ну, как вы думаете, сколько процентов денег в вашем ВУЗе поступает из частных источников? Ну, кажется, там процентов 20. Мы говорим, может, все-таки больше? У нас, в принципе, есть данные, мы вам можем показать. Ну, как вы с этим думаете? Он подумал, потом говорит, мне хочется, чтобы их было 20%, но я готов признать, что их 40. 40, 50, 60, 80% ВУЗов, денег, дохода ВУЗа может быть из внебюджетного источника. Это деньги, плата за образование, это какие-то контракты с заказчиками и так далее. Не надо думать, что это только ВУЗы. В школах тоже достаточно много частных денег и напрямую без наличных на счетах школы и безналичных вокруг школы, скажем так. Менее официальных денег. Поэтому финансовая система образования – это не только государство, это не только расходы профильных региональных министерств образования, это не только расходы федерального министерства образования. Поэтому мы их рассматриваем довольно подробно. Ну, конечно, в первую очередь, все-таки государственные деньги. Поэтому давайте начнем с возгов. Вернее так, мы начинаем с возгов не только потому, что это государственные деньги. Здесь мы можем увидеть деньги все – и частные, и государственные. Но основными рыночными игроками в российском образовании является государственное учреждение. Вот такое вот интересное явление получилось. Откуда оно взялось? Конечно, изначально государственные учреждения, вузы и школы платных услуг не оказывали. Еще 10 лет назад это было довольно странным для них явлением. Но, видя большой спрос на образование, они стали оказывать все больше и больше платных услуг, и постепенно это сделалось для них совершеннейшей нормой. То есть они, с одной стороны, сейчас выполняют свою роль, свою задачу как поставщики государственных услуг, а образование относится к тем гарантиям, которые Конституция Российской Федерации обеспечивает гражданам, и все бесплатные образовательные услуги – это реализация конституционных враг граждан. Но, кроме того, что они работают на государство и исполняют полномочия государства, они еще и работают сами на себя, и гражданам предоставляют те услуги, которые государство предоставить не может. Ну, либо по недостатку ресурсов, как в случае с бюджетными местами, либо по каким-то другим причинам. Вся отчетность и о платных услугах, и о государственных услугах, которые оказывают и вузы, и школы, и техникумы, и все другие детские сады, она находится на этом сайте, вас.gov.ru. Оператором его является Министерство финансов Российской Федерации. Здесь собирается вся финансовая отчетность всех муниципальных, государственных, региональных, бюджетных, казенных, автономных и других учреждений. Чуть-чуть об этом подробнее сейчас. Что такое вообще государственные учреждения? Это учреждения, это некоммерческие организации, это принципиально важно. Они не могут получать прибыль. Сколько заработали, столько и израсходовали. Задача их обеспечить конституционные права. Ну, в первую очередь, это, конечно, здравоохранение, образование и социальные услуги. Учредителями могут быть, во-первых, органы федеральной власти, это федеральные и государственные учреждения. Органы региональной власти, это вот такие государственные и государственные учреждения. Почему-то именно они у нас названы государственными, хотя федеральные, это, конечно, тоже государственные учреждения. Важно, учредители могут быть, во-первых, органы исполнительной власти, например, Министерство науки и так далее. Могут учредителями быть и совершенно другие ведомства. В частности, например, судебная система, она является учредителем тоже своих вузов России. Кроме региона и федеральных органов власти могут быть муниципальные учреждения. Тогда учредителями являются муниципальные органы власти. Администрация городского округа, например, может быть, учредители школы, детского сада и в большинстве случаев им и являются. И даже учредителем вуза она может быть. У нас есть муниципальные вузы, их, конечно, очень мало. Сейчас осталось уже, раньше было больше. Итак, учреждения различаются по уровню власти, которой они принадлежат, и по трем видам – автономные, бюджетные и казенные. В чем разница? Я сделала такую небольшую табличку. По горизонтали в ней, скажем так, основные виды различий и по вертикали тип учреждения. Что такое казенные учреждения? Основные свойства казенных учреждений, они должны не всегда создаваться, но должны создаваться для исполнения полномочий, которые целиком финансируются из бюджетов. Например, вся система исполнения наказаний, все подведы Федеральной службы исполнения наказаний, они все в виде казенных учреждений существуют. Потому что все полномочия в этой сфере государство обязано полностью финансироваться. Школы-интернаты для детей-инвалидов, например, существуют обычно в виде казенных учреждений, потому что здесь тоже полномочия, которые государство полностью обязано финансировать. Вся деятельность учреждения состоит из реализации полномочий государства, у которых есть финансирование. Бюджетные учреждения создаются для исполнения полномочий государства в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятий населения, физической культуры. И создаются в тех случаях, когда сфера деятельности их состоит, может состоять не только из обязательств государства, но еще и из каких-то других видов деятельности. Например, школа. С одной стороны, она исполняет общеобразовательную программу по федеральному стандарту и исполняет обязательства государства предоставлять бесплатное образование. С другой стороны, у нее есть бассейн, там работает спортивная секция при этом бассейне. При школе ее посещают и свои школьники, и чужие школьники. Работа спортивной секции не является частью обязательства государства по предоставлению образовательных услуг бесплатных. Это бюджетное учреждение, оно может оказывать платные услуги. Казенные учреждения не оказывают платных услуг, они теоретически могут, но, как правило, этого никогда не бывает. Они существуют на бюджетной смете, то есть сами ничего не зарабатывают. Полностью на финансированные государства и полностью, скажем так, управляемые своим, ну, он там не учреждительный, называется, органом, управляющим органом, обязаны держать свои финансовые средства исключительно на счетах казначейства. Не могут открывать счета в коммерческих банках. Закупки по 44-му ФЗ. Ну, то есть, фактически, это такие филиалы своих управляющих органов, у которых нет никакой финансовой самостоятельности, никаких практических обязательств, кроме исполнения бюджетной сметы, которые полностью подконтрольны своим управляющим органом. У бюджетных учреждений свободы гораздо больше. Они могут оказывать платные услуги и очень-очень часто, в большинстве случаев, это делают. Они, правда, должны стоимость согласовать со своим учредителем, но, как правило, я думаю, без проблем у них это проходит. Но средства по-прежнему на счетах казначейства банк нельзя. Но закупки можно уже по 223-му ФЗ некоторые проводить. Ну, вот в правом столбце я привожу пример. В первом случае казенное учреждение – адаптивная школа. Вот пример того, когда казенное учреждение создано по делу. Все виды, все три вида могут быть созданы на различных уровнях власти. То есть казенное может быть федеральным, государственным и муниципальным и так далее. Бюджетное учреждение, ну вот дошкольное образовательное учреждение, оно муниципальное, то есть учредителем является администрация города Верещагина, может оказывать платные услуги. Ну, в детском саду они по факту оказываются, потому что есть родительская плата. Автономные учреждения. Назначение их такое же, как бюджетное, но хозяйственной свободы больше. Могут оказывать платные услуги, стоимость устанавливать самостоятельно. Вот пример. Тюменский государственный университет – автономные учреждения, очень хороший, богатый, такой мощный ВУЗ. И, конечно, ему выгодно быть финансово самостоятельным, устанавливать стоимость своих услуг и так далее. И что важно, средства автономного учреждения может держать на счетах обычных банков, то есть получать процент с депозитов. К сожалению, часто назначение вида учреждения бюджетного и суть его действий стянуть немножко путается. Попадаются регионы, в которых очень-очень много казенных детских садов и школ. Хотя казенные учреждения для другого предназначены. Мое толкование, что директору школы и директору детского сада, во-первых, самому выгодно стать казенным учреждением, потому что ответственности у него гораздо меньше в этом случае возникает. Не то, что ответственности, свободы меньше. Ответственность такая же, уголовный кодекс административный, бюджетный и все остальные, но поскольку прав у него меньше, то и рисков у него меньше. Ну а для его Министерства образования, Департамента образования это выгодно, потому что директору в таком случае более подконтроленному. То есть никакой свободы в хозяйственном директора нет. форму вот эту казенной бюджетной автономной учредители выбирает сам то есть никто не может запретить создать казенный детский сад просто это немножко не по адресу в чем для нас есть разница с точки зрения сборщиков данных и исследователей на сайте баз гуфру них возникают разные виды отчетности сначала скажу о том о чем вообще в принципе рассказывает сайт основная его задача публикации финансовой отчетности ну вот сейчас я расшарю экранчик и пойду по по сайту собственном вас гофру вот так она выглядит сейчас пойдем на самое его начало очень долго с ним разбиралась но когда разберешься не открываются какие-то бездны просто сокровищ которые в себе хранит какой-нибудь работает поиск работает очень плохо но работает они его чинят он постоянно вообще весь сайт постоянно улучшается раньше он был чудовищным с точки зрения технологий ой вот смотрите какое удивительное учреждение автономное учреждение известия мордовии существует что мы о нем знаем знаем название знаем кто учредители министерства печати информации республики мордовия знаем генеральный директор главный редактор хорошая должность у меня тоже такая видим очень много документов можно их почитать отдельно и там найдется думаю тоже довольно много ценной информации но главное не здесь лежит не на на этой страничке вот эта маленькая невзрачная кнопка ведет нас на несколько форм 1 2 4 7 8 9 10 10 форм финансовой отчетности ну вот например информация о результатах деятельности численность штатных единиц средняя заработная плата и сведения о кассовых поступлениях вот это наверное самая ценная информация на сайте баз гофру из чего состоят вообще доходы государственного учреждения бюджетного автономного казенного но у казенного нет платных услуг все остальное есть у всех первое во первых это субсидия на выполнение государственного муниципального задания это собственно вот те самые полномочия государства связанные с исполнением им социальных конституционных обязательств исполнение общеобразовательной программы либо программа высшего образования либо программа дошкольного образования в госзадание входит часы учителя которые он провел в школе там кого 17 у кого 36 по определенному предмету это не так субсидии рассчитывается исходя из количества учеников нас подушевой норматив вот душевой норматив входит определенное число часов преподавания в неделю для конкретного ученика по конкретной программе ну например федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы предусматривает там 20 35 по моему часов если не ошибаюсь занятий соответственно рассчитывается количество часов преподавателей и рассчитываются расходы школы на содержание то есть коммунальные услуги электричество вода техническое обслуживание здания государство оплачивает исполнение общеобразовательной программы она оплачивает работу учителя у которого есть крыш над головой в школе вот это субсидия на госзадание целевая субсидия это здесь идет вторым планом заметь что она гораздо меньше чем госзадание госзадание зависит обычно от численности учащихся но есть поправки сельские и малокомплектные школы иногда получают иногда обычно получать дополнительные нормативы иначе у них из-за маленького количества учеников вообще не будет никаких денег целевые субсидии выдаются школе на определенные цены школе вузу неважно на определенные цели например ремонт закупка оборудования какие-то организации конференции например может быть у вуза предметом целевых субсидий у вузов целевые субсидии входит также стипендии которые не получают для своих студентов ну потом они конечно раздают целевые субсидии может быть очень разными вот в один году вуза может быть 3 миллион целевых субсидий а в другой может быть 300 миллионов если им удалось у своего учредителя выбить средства на покупку на постройку например нового корпуса общежития сумма которая выделяется на госзадание она будет более менее стабильна из года в год потому что численность обычно все-таки не очень сильно меняется студентов или школьников а вот целевые субсидии могут быть еще разными бюджетные инвестиции это кап вложения школе то есть строительство должно конечно бюджетным инвестициям относиться но к сожалению это не всегда относится платные услуги у казенных учреждений платных услуг не будет у всех остальных будут платные услуги у большинства бюджетных учреждений и практически всех автономных учреждений есть какой-то доход от платных услуг например сдали помещение в аренду платные услуги устроили для детей дополнительные английские платные услуги пустили к себе на правах аренды чужую спортивную секцию платные услуги и так далее все это доход образовательного учреждения которое может вам очень много рассказать о том как себя ведет ректор в каком окружении существует школа например какие у школы есть активы и так далее как уже говорила до 80 процентов может доходить доля платных услуг в бюджете вуза у школ конечно она намного меньше поскольку государственные школы у нас все-таки пока еще не принимает вне бюджетных школьников но я думаю что вот если сейчас рожать все меньше и меньше то у нас лет через 10-15 уже будет образовываться запас мест в школах возможно у нас появится в небюджетные школьники но до 30 процентов может хороших школ доходить доля платных услуг это совершенно легально школу же очень много хорошо зарабатывать и скорее всего это даже хорошо говорит о активности и директор например какой-то его хватки менеджерской может быть маленькая поправка вот про больницы мы сейчас с вами про образование говорим но важный фактор у больниц в раздел платные услуги входят доходы от обязательного медицинского страхования с одной стороны об этом надо знать когда вы изучаете больницы а с составе практически всех медицинских университетов есть клиники университетов которых и студенты учатся лечить больных и собственно лечится больные и вот доход по ум и с которые эти клиники получают он будет видеть платные услуги вуза обычно на сайте вуза есть отчетность финансово-хозяйственной деятельности в которых вот этот момент отдельно прописывается но может и не быть поэтому важно вот это учитывать когда вы считаете деньги вузах сейчас я не вспомню но вот тоже занималась самарский государственный медицинский университет по моему 40 процентов платных услуг им приносили вот как раз деньги больницы это могут быть даже крупные суммы поскольку ум и с это основной источник финансирование для больниц как правило как все это выглядит на сайте вот эти источники дохода да в чем в каких формах они отражаются основе я перехожу обратно на сайт на наше известие в ордовии вот это общая сводная информация которая на самом деле берется из других форм она здесь берется за много лет да ну 17 года не отчитывается может они до этого не работали не знаю фактически показатели деятельности информация годовой бухгалтерской отчетности вот основные формы которые нам нужны первое что это такое отчет финансовых результатов деятельности учреждения доходы по видам госсубсидия субсидий на госзадание целевые субсидии бюджетные инвестиции платные услуги вот как это выглядит отдельные такие небольшие вкладки доходы и расходы это выкрутка из какого-то отчета от любых убытков насколько я понимаю учреждения нам нужна обычно вот эта верхняя строка от строки 010 это общая сумма справа вот это вот приносящий доход деятельности доход от платных услуг ну 10 по госзадание деятельность целевыми средствами это отчет еще один отчет из того же раздела отчет номер 37 37 отличается он тем что в нем указаны как раз доходы от обязательного медицинского страхования наверное не буду сейчас искать страничку любой больницы но там его найдете поэтому если у вас медицинские университеты вам нужна форма 37 37 потому что там будет как раз вот эта нужная цифра ну баланс обычно не нужен не очень много ценной информации из него можно извлечь если вы не бухгалтер бухгалтер я думаю что это извлеку сведения о результатах госзадания заполняются не очень аккуратно даже их открывать не буду чем хороша чем хорош сайту что у него кроме фактических есть плановые показатели деятельности вот я их открыла давайте посмотрим информации о плане хозяйственной деятельности на 2019 год все бюджетные учреждения обязаны свои планы здесь публиковать но поскольку госзадание у них утверждается в конце года на следующий год и в течение года меняется уже не очень сильно то по сути вот из этого раздела планового вы можете уже знать сколько денег планирует заработать предприятие но с какой-то достаточной точностью вот видите цифра госзадания на 2019 год у них есть ну на основании прошлых лет они оценили что они зарабатывают еще на госуслуг на платных услугах конечно да но получится лет у них нет вот у них план прогноз 15 миллионов на платных услугах 17 на госзадание но цифра госзадания уже окончательная она может меняться в течение года но она не изменится очень сильно поскольку у нас норматив конечно подушевой но это правда были известия мордовии да но у них тоже не сильно поменяется госзадание потому что бюджет утвержден на год там могут быть какие-то изменения но все-таки не очень кардинальные вот эти формы мы с вами сейчас посмотрели на отдельной странице отдельного бюджетного учреждения давайте нами все-таки сейчас какую-то открою школу да вот у меня здесь открыта клюквинская средняя школа курского района курской области что мы здесь видим информация результаты деятельности за 18 год за последний а так они вот с 15 года аккуратно отчитывались важно количество штатных единиц это штатные единицы это не физические лица работники сопоставляя эти данные с данными зачета школы вы можете видеть нагрузку по конкретной школе то есть сколько ставок приходится на количество реальных преподавателей в школе реальных работников единственный недостаток этой цифры не только то что это штатные единицы а еще и то что здесь учтены все работники то есть не только педагоги но и директор завхоз уборщицы повара если он есть в штате и так далее и вот средняя зарплата сотрудников тоже к сожалению охватывает все категории работников поэтому не очень удобно ее использовать для оценки например заработных плат педагогов здесь не только педагоги здесь все граждане всех видов деятельности в учреждении а их может быть до 30 процентов общего состава то есть административных технических работников в вузе доли больше в школе меньше но тем не менее довольно много и мы не знаем точно сколько в каждом из учреждений тем не менее данные о разбросе средней заработной платы по району по региону могут вам тоже довольно много рассказать ну например вот на примере там многих регионов вся средняя полоса россии это где-то примерно в два два с половиной раза разрыв по средней заработной платы сотрудников школ то есть самые богатые самые успешные с точки зрения управления школы обеспечивают результат ну например там 35 40 тысяч рублей средней заработной платы а наименее успешные школы очень часто и сельские школы несмотря на все доплаты обеспечивают результат 15 17 20 тысяч рублей средней заработной платы то есть вы можете видеть разрыв финансовый внутри системы образования я считаю что чем больше такой разрыв тем хуже это характеризует управление образованием в регионе министерство образования департамент образования и так далее то есть не могут они выстроить систему при которой директора обеспечивают всем своим сотрудникам среднюю плату но если не близкую к средней по промышленности если ну если не средний по промышленности хотя бы более-менее близко даже чтобы не было такого громадного разрыва который конечно же и на детях тоже сказывается не может не сказываться надеть это так формат результатов деятельности средняя зарплата до количества потребителей услуг по видам деятельности например бакалавры в вузе они здесь тоже подсчитаны на ней у нас есть и других источников мы с вами сейчас посмотрели на деньги страничку так вот она не тоже выглядит конечно для того чтобы собрать данные по там 150 школам года не нужно обходить отдельные странички во первых базу фруч плохо парсится да поэтому заниматься этим еще не особенно стоит руками собирать тоже не стоит счастье у нас есть выгрузка данных на базгов раздел открытые данные пойдемте мы сейчас с вами в него пойдем этот раздел он такой немножко честно говоря секретный потому что вот я его вообще не очень быстро обнаружила хорошо что мне подсказали вот сверху здесь есть такая кнопка верхний меню сайта здесь открывается пойду главную страницу сайта вот она верхняя кнопка верхний бутербург там есть такой меню что в нем полезного во первых в разделе аналитика есть сведения о том как по регионам сдают отчетность то есть статистика размещения отчетности ну сейчас там практически у всех 94 98 процентов учреждений свою отчетность размещают насколько аккуратно в правом вопросе есть вот такой вот раздел открытые данные в нем нужно перейти вот по этой странной ссылке перейти к другим данным сайта гм у в открытом виде старая версия пусть эти слова про старую версию на вас не смущает эта версия актуальная здесь можно подключиться к ftp серверу сайта вас gov и скачать с него информацию вот по этим ссылкам в виде xml файлов на каждое учреждение покажу как она выглядит вот так вот выглядит xml кем тех форм которые выложены которые увидели сейчас в виде веб-сервиса веб-интерфейса форм очень много да вот даже больше наверное тем страниц в веб-интерфейсе они между собою миксуются и потом появляются в виде тех страничек которые вы видели здесь собраны формы отчетности учреждений начиная с 2012 года что вызывает к сожалению огромное количество проблем с этой выпуской ну они сейчас решаемые какие проблемы здесь есть ну во первых невозможно сделать выгрузку по годам то есть все это сваливается в кучу это постоянно пополняемые архивы единственное что можно сказать с некоторой долей уверенности что более позднее более поздняя отчетность появляется в этих архивах тоже позже да то есть если вы будете анализировать даты файлов то самые ранние файлы относится но с некоторой вероятностью в 2012 2013 году к сожалению схемы xml файлов меняются во первых они меняются потому что меняются сами формы отчетности например вот в 2016 году было очень резкое изменение вот этой три 737 формы просто я начинала этим заниматься то есть два соседних года показывали совершенно так сейчас я на презентации давайте я вернусь наверное на сайт да напишите мне пожалуйста на чем я не переключилась и что вам показать спасибо а в у у у у у у Ồ у Продолжение следует... Продолжение следует... Основные сведения, основные формы отчетности, они находятся в этом меню, фактические показатели деятельности, в котором есть и фактические показатели деятельности, и самое главное, плановые показатели деятельности. Основные формы, которые мы используем, это форма 721 на финансовых результатах учреждения и форма 737. Форма 737 нужна для того, чтобы увидеть данные о результатах, данные о доходе от обязательного медицинского страхования, которые есть у медицинских вузов и у каждой больницы. Основная строка в форме 721 – это строка 010 в разделе «Доходы», в которых в ней есть сведения и о платном доходе, и о деятельности по госзаданию. Почему 721 форма и 737, а не информация о результатах деятельности? В общем-то, хорошая такая страничка, на которой, казалось бы, есть все. Вот есть здесь общая сумма кассовых поступлений, которые немножко не бьются. 721 форма, сейчас об этом скажу, это нормальное явление. Вот, казалось бы, скачайте информацию о результатах деятельности и пользуйтесь. Проблема в том, что нормативные документы на сроки публикации отчетности на этом сайте существуют только для вот этих вот бухгалтерских форм отчетности 721 и 737. Сразу после составления годового отчета 1 марта, 1 апреля, бухгалтеры обязаны эти сведения здесь разместить. А вот форма информации о результатах деятельности, вот эта, она, к сожалению, не описывается именно мотивными актами. Поэтому размещают ее в любое время в течение года, когда захотят. Вот, вот, постоянно я докачиваю данные с БАСГОФРО, и постоянно у меня вот до последних дней появляются отчеты за 2018 год вот в этой форме. Вот, поэтому, поэтому приходится обязательно использовать для анализа отчетности в первую очередь вот 721 и 737 форму, потому что они просто существуют обязательно, начиная с апреля. И, в общем-то, их все выкладывают достаточно аккуратно. Про оптовую выгрузку данных вернусь вот к этой форме, которая находится в разделе «Открытые данные» по ссылке «Данные старой версии». Здесь публикуются в виде выгрузки XML-файлов все отчеты всех учреждений, начиная с 2012 года. Вот такой вот экранчик я показывала. Вот так выглядит XML-ка Financial Activity Plan, то есть план финансово-газейственной деятельности учреждения. Ну, сейчас все-таки хотел бы вернуться к презентации. В чем проблема с выгрузкой? Во-первых, формы отчетности меняются. Ну, не каждый год меняются, но довольно часто и, главное, непредсказуемо. Во-вторых, сами схемы XML, они тоже меняются. Я сейчас покажу, какими разными они могут быть. Отчетность пополняется бессистемно. То есть для какого-то учреждения у вас может быть отчетность с 2012 года, для какого-то с 2014. И я не могу предсказать, когда эта выбрузка будет пополнена очередными данными. Нет кодбука, самое главное. Для парсинга базы нужно смотреть, какие вообще схемы XML есть, вручную их как-то сопоставлять с веб-формами и потом уже анализировать, что там вообще происходит. Вот примерчик сейчас такой открою. Вот это Financial Activity Plan, который я уже показывала. Пример. Слева форма, которая использовалась в 2012-2016 году, а справа форма, которая вступила в силу с 2017 года. У них различаются названия сами полей, количество полей разное. Вот Plan Payment Index – это все один и тот же файл, план финансово-хозяйственной деятельности. Но название полей. Вот State Task Grant – это был субсидий на госзадание. State Grant, State Task. Здесь субсидии на госзадание называются Financial Provision. Здесь был Action Grant – это целевые субсидии. Потом стал Item 781 – это статья 7.81 бюджетного кодекса о субсидиях на иные цели. Paid Services – вот они, здесь платные услуги, а здесь они почему-то Health Insurance. Это у меня в больнице была, разбирала я. Вот таким образом схемы XML меняются. Я вот, например, в 737-й форме в выгрузке насчитала три схемы таких, и возможно, что это еще не все, потому что я еще не всю базу проверила. Соответственно, вам нужно обрабатывать все возможные названия полей или как-то выбирать, может быть, по годам те формы, которые вас интересуют, если вы хотите все это распарсить. В любом случае, задача эта не очень банальная, и это занимает довольно много времени. Но зато на выходе очень ценные данные, которые вам позволяют анализировать не только даже работу отдельных бюджетных учреждений, но, например, сравнивать между собой регионы по доле платных услуг, по распределению заработных плат в школах и так далее. Очень много можно анализов на это проще сделать. В чем проблема с позгов рук, кроме того, что плохие схемы и очень много времени и усилий тратятся на их разборку. Отчетность в разные сроки публикуется. Ничего мы не можем с этим сделать, за это усикновение головы тоже было в бухом нет. Они и сами на качественном порядке путаются во всех этих формах, в самом сайте путаются, очень жалуются на его плохую работу и так далее. Но вот в чем можно им претензию предъявить? Отчетность очень грязная. Одни и те же суммы в разных формах не бьются, не сопоставляются. Общая сумма доходов, указанная в одной форме, если ее сравнить, просуммировав все источники дохода в другой форме, они не совпадают. Бывает иногда нарушение значимости. Бывает, что одна и та же ошибка находится у нескольких десятков образовательных учреждений из какого-то города, например. То есть у них был какой-то семинар для бухгалтеров или там завучей, или замдиректоров. Они все пришли на него, послушали, и все одинаково неправильно поняли какую-то форму, например. Ну вот университетские клиники – пример того, что могут быть такие подводные камни в этой отчетности. Совершенно разные виды деятельности у разных подразделений учреждения, но отчетность – общее учреждение на одно юридическое лицо. И то, что меняется мотивная база, и узнать об этом вы можете только из каких-то, я не знаю, бухгалтерских публикаций, наверное, там, если следите за всей нормативкой бухгалтерской, тогда узнайте. Если нет, нет, большими буквами на первой странице сайта БАЗГОВ об этом, к сожалению, не напишут. Так, важно. Кто не отчитывается на БАЗГОВ.ру? Не отчитываются военные и славые вузы. У них всех заведены странички, карточки, но никаких данных нет. Иногда у них мелькают отчеты, приложенные к этому. Иногда они ставят среднюю зарплату. Но у них есть собственный порядок, согласно которому отчитываться им там невелено. Поэтому максимум, что вы можете узнать, это об их существовании, и то не во всех случаях, к сожалению. И школы, которые содержат Федеральные службы исполнения наказаний для подростков заключенных, но не только для подростков, для всех. Обычно они называются как-то центры образования, например, там по региону, в СИН. Их отчетность, соответственно, тоже отсутствует, ну, как большая часть отчетности вообще всех силовых органов России. Вот мы сейчас последние уже часа 24 минуты разговаривали с вами про государственные учреждения. Рассматривали их как основных игроков не только сферы государственного образования, не только образование как социальные услуги, но и как образование, как коммерческие услуги, как товары, поскольку у них очень большой доход от платных услуг. Но значительную часть рынка занимают негосударственные вузы, негосударственные школы, и особо в дополнительном образовании очень большой частный сектор. Ну, не государственных вузов, конечно, достаточно мало, там, по-моему, 10% общей численности, даже меньше. Школы еще меньше. В Москве, по-моему, 4% учатся в частных школах. Ну, в Самаре на 160 школ, там 5 или 6 частных школ. Срочи, конечно, большинство людей, к сожалению, не по карману, пока частные школы. Тем менее, появление существует. Очень интересно, сколько у них денег, у них образовательные результаты. Это, кстати, очень хороший участный школ. Где катить финансовую отчетность? Для того, чтобы понять, где, надо, прежде всего, понимать, что это некоммерческие учреждения. Формально в России коммерческие учреждения могут оказывать образовательные услуги с недавних пор, но только если они не являются основным видом деятельности. И, конечно, в настоящее время открыть вуз к обществу с ограниченной ответственностью никто не даст. Вы должны зарегистрировать некоммерческую организацию для этого, что сделать, в общем, тоже не так просто. Но из этого всего вытекает специфичность отчетности вузов и школ, не государственных. Не всегда вы найдете их финансовую отчетность в базах данных коммерческих компаний, ну, там, в Контуре, Спарке и так далее. Они обязаны ее публиковать либо на своих сайтах, либо на сайте Минюста. Иногда они это делают, чаще всего на своих сайтах публикуют. Но отчеты прошлых лет они там держать не обязаны, они их довольно быстро удаляют. Вот если отчетность негосударственных вузов можно за последние три года найти в мониторингах, именно в Барнауке. Финансы там, правда, только вот с 2016 года возникли. Вот, то данные финансовых частных школ, ну, вот, к сожалению, только на их сайтах, на сайте Минюста, в общем, такая ручная работа каждый раз получается. Вы найдете, тем не менее, там очень много тоже интересных данных, и сколько стоят их услуги, и какие государственные субсидии они получают и так далее. Чего мы не знаем, да, темная сторона и система образования. Ну, начну с последнего пункта. Рынок дополнительного образования. Репетиторские центры, репетиторы, спортивные секции, английские языки, вообще все дополнительное образование, вот, не государственное особенно, в общем, все дополнительное образование, оно в значительной степени теневое, да, не хотят фабилизоваться репетиторы по понятным причинам. Мы знаем, сколько стоят их услуги, если мы будем парсить, изучать сайты с объявлениями репетиторов. Вот, но мы можем только какой-то очень примерный вывод делать о том, сколько они зарабатывают, исходя из какого-то количества часов, которые они работают. Чего мы еще не знаем? Не знаем взноса благотворительных фондов, школ и детских садов. Для кого не секрет, что родители платят не только на счет школы официально, в казначействе или в коммерческом банке, если это нам на учреждение. Они часто платят взносы в благотворительные фонды. В этом нет криминала, это легально, это нормально, но, к сожалению, проследить эти деньги очень трудно. Иногда благотворительные фонды можно найти по фамилии директора. Ну, конечно, большинство директоров не хотят быть в учредителях фондов, в общем-то, не могут этого делать. За это их сильно прижимают и министерства, и департаменты, и прокуратура. Вот, поэтому только из каких-то рассказов родителей, иногда названия фондов упоминаются в отчетности школ, можно найти, в какие фонды делают взносы родителей. Деньги там могут быть довольно приличными. Ну, тысячи человек в школе, сколько-то тысяч рублей в месяц родители делают взносы, на эти деньги школа может, например, там оборудование какое-то покупать, родителям доплачиваться и так далее. Еще мы не знаем, очень мало знаем о том, как муниципалитеты субсидируют бесплатное питание. Большинство городов России все-таки детям из малобеспеченных детей обеспечивают завтраки, иногда еще и обеды. Эти деньги могут быть зашиты в самые разные способы. Могут быть зашиты, например, в субсидии, но субсидии не в школе, а субсидии поставщикам питания. В отчетности школ этих данных нет вообще. Их можно найти только в бюджетах муниципалитетов соответствующих. И не всегда это будет бюджет департамента образования муниципалитета. Может быть департамент, например, экономического развития, например, можно департамент, очень разные варианты. Еще одна особенность. Особенность отчетности на Басков.ру – целевые субсидии, которыми прикрываются бюджетные инвестиции. Очень хотелось бы оценить общие влажные государства в инфраструктуру школ, детских садов, вузов, но, к сожалению, довольно трудно это сделать. И что касается частного сектора, очень плохо с данными господдержки в сторону частного сектора. Все частные школы, если они аккредитованы, получают субсидии на исполнение общеобразовательной программы на реализацию. То есть государство платит за общеобразовательную программу ученика, а родители доплачивают за пенсион, дополнительные занятия, питание и так далее. С частными детскими садами очень часто такое происходит, и практически всегда с частными школами. Но это может, например, если при нормативе на ученика 40-45 тысяч рублей в год, это сэкономит родителям небольшие деньги, но тем не менее. Вот генерализованных данных об этом нет. Эти данные зашиты в бюджет министерства образования, обычно региональные, но поскольку сами бюджеты, расходные обязательства отдельных ведомств публикуются, к сожалению, не очень хорошо, то найти их там не всегда возможно. Косвенные субсидии – это годы на аренду муниципальной собственности. В Москве были такие льготы, в других регионах были генерализованных данных, о них тоже, к сожалению, нет, хотя для частных школ это, в общем-то, большой источник не прибыли, но экономии. Это то, чего мы об образовании не знаем, хотелось бы знать, но наряду с образовательными результатами, но может быть, ситуация будет как-то улучшаться. В общем-то, у меня все основное, спрашивайте, пожалуйста. Витов, дай мне в общем образовании, да. А, в муниципальном разрезе, да, конечно. Сейчас вот я попробую вам, наверное, открыть. Это называется база данных муниципальных образований, но она легко гуглится. Это база данных, которую поддерживает Росстат, и там есть некоторые показатели для системы образования. Не все. Их не так много, как, например, для регионов, но, в принципе, они там есть. Количество педагогов там. Ну, там будет количество школ совершенно точно. Количество учащихся там тоже будет на всех уровнях. Фонд заработной платы, там не факт, что будет, но его как раз можно посчитать из базгов. Может быть, может не быть, вот точно сейчас не скажу. Информация в базе в ДМУ, к сожалению, она такая. Она на некоторые муниципалитеты очень много, на некоторые вот она не вся. Но поискать там можно, и часть данных там совершенно точно будет. У ОСР. Нет. Чего-то, что нет у российских ведомств, точно нет. Понимаете, у российского ведомства есть все. Минобор собирает с учреждения образования столько данных. Кто-то из директоров посчитал, 86 статистических форм, говорит, отчетов о данных в течение года в Минобор. Они все очень подробные, но наружу просто выходит не все. А так-то именно Министерство образования знает все до последнего гвоздя, до последнего больничного в школе. Есть ли возможность узнать количество... Да, данные ОСР, на минуточку, перед следующим вопросом. Чем хороши, тем, что мы можем сравнить с другими странами. Количество свободных мест в учреждениях. Нет, смотрите, какая ситуация. Свободные места в учреждениях – это вообще такой в некотором смысле миф. Я начну с муниципальных школ, с бюджетных школ, то есть государственных, а не с детских садов. Количество мест в учреждениях, которые покрываются субсидиями на госзадания, то есть бюджетными деньгами, описываются обычно приказами муниципалитетов, которые выпускаются перед началом приема в школу. Ну вот сейчас в большинстве регионов России уже начинается, или, может быть, в январе начнется прием детей в школу на первый класс, на 2020 год. И муниципалитеты должны выпустить приказы с количеством мест. Но школа имеет право открыть больше места. Ну, например, 25 мест есть по приказу, а 1 сентября вы обнаружите, что детей в классе 30. Это означает, что директор пошел в департамент образования, и сказал, что ему очень надо, и ему выдали еще 5 бюджетных мест. Почему выдали? Потому что государство обязано место ребенку в школе предоставить, и все дети должны получить на территории муниципалитета место в общеобразовательном учреждении. Не в одной школе, так в другой. Но школа вам как бы... Вот 25 она вам скажет, есть свободные места или нет, а вот то, что сверху 25, к сожалению, она вам не скажет. То есть места в школе штука такая плавающая. Сан-Пин сейчас ограничивает количество детей в классе только площадью класса, а не количеством самих детей. Поэтому здесь у директора очень много свободы. Свободные места в дошкольных учреждениях тоже вещь плавающая. Нет как бы... Вот приказ только все, да, емкость группы, она там от 10 до 50 легко очень варьируется. Так, сейчас следующий вопросик я открою. Нет. Так, возьму... Если ответила про количество свободных мест, да, что и понятие такого свободных мест практически нет, то и сведений об этом нет. Так, опять я не переключусь на демонстрацию экрана. Переключилась, не переключилась? Потому что я вижу презентацию из себя сейчас. Напишите мне, пожалуйста, если что-то не так. Так, форма собирает Минпросвещение в муниципальном разрезе. Нет. Форма собирает Просвещение в муниципальном разрезе. Таких данных нет. Я думаю, что это объясняется тем, что государство и муниципальное местное самоуправление у нас все-таки немножко отдельно существует. Объясняется, наверное, это скорее всего на самом деле тем, что Росстат и Миннауки, Минпросвещение – это разные операторы вообще. Поэтому нет статистических данных, думаю, разреза муниципалитета нет. Так, мониторинг производства Минобор заканчивается. Нет, более свежих данных нет. Они бросили это делать. Я, честно, не знаю, по каким причинам, но вот из тех данных, которые я видела, graduate.edu.ru, что у меня вызывало такое подозрение и недовольство? Во-первых, они считают среднюю зарплату выпускников по всей России. Ну, извините, но учитель не Чукотки, получает, наверное, в 3-4 раза больше денег, чем учитель в Тамбовской области. Какой смысл среднюю зарплату учителя оттуда выводить? Ну, неважно кого, там, любых специалистов. В бюджетной сфере точно разница будет огромная, и зависит она не от человека. Потом там были такие странные показатели. Например, процент трудоустройства они считали по всем трудоустроенным выпускникам, неважно, по специальности или не по специальности устроился. Высшая школа музыки Республики Якутия 100% трудоустроенных. Но там было 4 выпускника в год. О чем-то должно говорить. Я так понимаю, что технически, возможно, у них возникли сложности, потому что средние зарплаты и трудоустройства оценивали по базе ИНН, которую ВУЗ передавал в пенсионный фонд. И потом пенсионный фонд возвращал им сведения о том, где и с какой зарплаты трудоустроенные выпускники. И там был очень большой процент брака, очень не сильно мучились. И ИНН не распознавались, были дубли и так далее. Ну, в общем, делать бросили. Лайфхак по реальным зарплатам. Да, согласна, конечно, сколько предлагают, но, увы, к сожалению, гораздо меньше, чем отчитываются статистические органы. Вопрос по деньгам на науку. Попадался мне специальный сайт про это. Я вам точно сейчас не скажу, к сожалению. Но вообще по КБК перебрать, конечно, честно говоря, было бы более реально. В общем, с трудом отвечают на этот вопрос. Моей версии пока нет. Вообще с наукой есть сложности. Давайте я сейчас кратко про это скажу. Потому что вот субсидия на ФЦП – это один источник средств на науку. Но я вижу еще много средств на науку, которые поступают в ВУЗы через контракты. То есть расторговывают по 44-му ФСМ ведомства непрофильные. Например, Минпромторг Российской Федерации расторговывает какую-нибудь научную разработку и выигрывает два ВУЗа, и в конкурсе участвуют два ВУЗа. Миноборг, Миннауки и Минпросвещения расторговывает аналитику или там еще что-то и отдает эти контракты своим подведомственным ВУЗам. Мне кажется, что толковать это надо все-таки как дополнительное бюджетное финансирование, а не как реальные торги, как реальные контракты на научно-исследовательскую деятельность. Вот такие вещи. Поэтому деньги на науку – это деньги из разных источников, не только из субсидий. Ну, ФЦП, конечно, основной источник. Кроме того, есть РФФИ и другие гранты. Они поступают, кстати, в раздел платных услуг, сведения о них. Да, согласна, очень сложно сейчас по науке деньги собрать, но вопрос все более и более актуальный, и очень хочется этим заняться. Потому что ощущение, что очень много денег, которые мы вообще не видим, честно говоря, здесь проходит. Еще особенно интересно, как они внутри системы вообще перетекают, там, внутри Российской Академии Наук, например. Ну, вот, кстати, маленький такой анекдотец, если кому интересно. Помните, в прошлом году президент Российской Академии Наук Сергеев выдвинул идею базовых школ, так называемых опорных школ РАН, чтобы отобрать очень крутые школы, и детей там особенно усиленно учить науке. 110, по-моему, школ получилось в итоге, и 7 РАН обещала деньги. Но сейчас конец 2019 года, они все начали деятельность свою в качестве вот этих опорных школ, но начали ее на деньги регионов. РАН им пока ничего не выделила, может быть, в бюджете 2020 года эти деньги как-то получатся, но пока этих денег нет. Пока регионы там нанимают профессоров для чтения лекций, устраивают лагеря какие-то там и так далее. Я пока не поняла, можно не скачать отсюда презентацию, но я, наверное, тогда как-то ее выложу отдельно, что ли, потому что там очень много активных ссылок, в которые можно ходить. Или, может быть, вот Ксению инфокультуру попрошу куда-то ее выложить. Да, спасибо. Если все, да, если не больше вопросов. Я не вписала в презентацию свои контакты, но у меня, в принципе, легко найти в Фейсбуке, там еще где-то. Вот, если какие-то вопросы есть, данные об образовании с удовольствием обсужу. Со всеми очень, потому что люблю эту тему. И вижу, что она очень сильно недоисследована, и из нее можно и журналистам, и аналитикам, социологам, и другим разным людям очень много полезной информации извлекать, очень важной для общества. Спасибо большое всем. Очень приятно, что пришли меня послушать. Спасибо. 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 Спасибо.